Привет! Всем привет! Ни для кого не секрет, что мы сейчас находимся в поисках дома и думаем, не поменять ли наш текущий дом на какой-нибудь другой дом. При этом у нас есть много требований к самому дому, то есть что там должно быть, сколько должно быть спален, и про это, кстати говоря, у нас есть отдельное видео, которое, кажется, еще не вышло, но выйдет. Но совершенно не меньшая, а может быть и большую роль играет то, в каком районе находится этот дом. И несмотря на то, что мы всегда говорим, что вот Нидерланды, они все такие равномерные, везде все примерно одинаковое, ну, на самом деле это не совсем так. И сегодня мы хотим рассказать, как мы анализируем, в каком районе находится дом, потому что, ну, знать все невозможно. То есть ты, да, в лучшем случае немножко знаешь про свой маленький райончик, где ты живешь, а стоит отъехать на 10 километров, а тем более там на 50 километров, и кажется, что там может быть вообще все что угодно. Там же уюты с прящими головами. На самом деле Нидерланды, они довольно равномерные, если смотреть крупно. То есть здесь, например, нет Берева или Химок, или, я уже забываю правильные топонимы, чего надо бояться. Озерки, Купчино. Ну да, здесь нет Купчино, понимаете, здесь нет такого вот крупного места, почти нет крупных мест, чтобы вот все знают, что туда лучше не соваться. Нет. В целом везде более-менее нормально, потому что везде есть микс, как бы, таких вот микрокусочков. Но при этом вот эти микрокусочки, они очень важны. Да, в любом городе есть вот этот вот странный райончик, где стоят многоквартирные дома, непонятно, кто вообще хочет жить в Нидерландах в квартире. А вот здесь у нас кидс-френдли райончик, и туда лучше не соваться, потому что тебя собьют велосипедом, потом как бы утрамбуют футбольным мечом, и ты еще получишь из ледяного пистолета. А вот здесь у нас специальный райончик для пожилых людей, где одноэтажные дома поменьше, да, и там все тихо, спокойно, и наоборот туда заезжать с детьми – это нарушение общественного порядка. Поэтому мы очень внимательно смотрим в том, в каком вот таком массиве находится дом, который нам предлагается. Потому что массивы могут быть очень разные, и напомнить их невозможно. Надо каждый раз изучать, потому что их очень много в одном городе, их там, не знаю, сотни. И надо смотреть, окей, вот этот дом принадлежит именно к райончику, а дальше мы открываем статистику. Где же мы ее смотрим? Ну, на самом деле, основой всех этих данных являются открытые данные голландского правительства, потому что они есть только у Центрального голландского бюро статистики CBS. Но есть несколько сайтов, которые берут эти данные и визуализируют их. Вот наш любимый сайт называется «Все цифры в Нидерландах». Аля Сайферс.нл. Да, потому что он позволяет в одном компактном отчете посмотреть все-все-все, что тебя волнует, про, например, определенный микрорайончик, про определенное соседство, и про район в целом, и, например, про школу этого района. Это очень удобно. Давай обсудим, на какие цифры мы смотрим. Давай обсудим. Ну, мы вообще смотрим, как бы, да, в каком районе. Во-первых, в первую очередь надо посмотреть на карту и понять, на что ты смотришь. То есть, потому что иногда, кажется, ты попал в какой-то вот маленький, допустим, райончик новостроек, где вообще все прекрасно, люди, большое количество людей с высшим образованием, классная школа, новые дома, большие отдельно стоящие. Но как только ты расширяешься буквально там на 500 метров в каждую сторону, и оказывается, что там вообще старые дома, старые школы, необразованные люди, и все совсем не так, как вот в этом микро... Первое, на что мы смотрим, это структура района, скажем так, из чего вообще состоит район. Мы смотрим на график населения этого района. Если он в последние годы интенсивно растет, сразу видно, что здесь происходит интенсивное заселение, то есть много новых районов. И потом мы смотрим на распределение возрастов домов. Там тоже сразу видно, что, окей, там, не знаю, вот этот район имеет небольшой исторический центр, потом интенсивно, например, заселялся в 70-е годы, соответственно, там много там хаусов построено, примерно 70-е, но в 2018 году еще явный скачок, построили еще новый райончик. Сразу примерно понятно, с каким набором домов мы будем иметь дело. Эта статистика по возрасту домов бывает, правда, очень интересная. То есть в некоторых районах ты понимаешь, что до какого-нибудь там 80-го года прошлого века там не строилось вообще ничего, и ты думаешь, как такое может быть? А потом заглядываешь в историю и понимаешь, что до 80-го года там море было, и потом они его осушили и начали там застраивать. Да, есть еще очень прикольная карта. Если не хватает информации просто по распределению, можно открыть специальную карту, где цветом помечены по зонам года застройки домов. То есть сразу видно, где достроили новый райончик, где исторические центры и так далее. Очень прикольная карта. Мы, наверное, добавим ссылочку. Советую посмотреть. Второе, на что мы смотрим, это структура собственности домов и распределения дохода населения. Структура собственности. Здесь есть такое понятие, как социальное жилье, жилье в социальном найме. Это совершенно другое жилье, чем обычное. Это скорее жилье, которое используется людьми в первой, третьей жизни. То есть просто вот я уже закончил университет, но еще не устроился, может быть, на постоянную работу, или все еще чуть-чуть в университете. В общем, это немножко другая категория населения. Мы, наверное, хотим уже больше жаться к себе подобным, к семьям с детьми в районе скольки там? Хочется сказать 30, но кажется, это уже неправда, в районе 40 лет. Ну, потому что жить со своей социальной группой, это по-богу прикольно. У вас те же интересы, у вас дети того же возраста, вы все уже хотите покоя, устали от всего этого, а не прянки, вечеринки и так далее. Поэтому мы смотрим, чтобы структура владения домов, скажем так, была похожа, ну, там было много домов, которые уже находятся в владении, а не в социальном найме. И мы смотрим на то, чтобы средний доход населения, он примерно соответствовал нашему. То есть, ну, опять же, прикольно жить в своей социальной группе, да, соваться в супер дорогой район, даже если там внезапно привез дешевое жилье, возможно, не самая лучшая идея. И наоборот, как бы, селиться в районе с более низким доходом, тоже не очень понятно, зачем, даже если там стоит внезапно более дорогой дом. Мы сторонники того, чтобы все было ровненько, нормальненько, поэтому ищем район примерно по своим средствам. Не то, чтобы это являлось прям однозначным критерием выбора, но там мы смотрим на то, как распределены люди по возрастам. В целом, тут действительно все довольно ровно, но по этой статистике можно понять, сколько там детей, сколько там совсем пожилых людей. В целом, я не видела такого, чтобы, ой, здесь у нас одни пенсионеры, а здесь исключительно малолетки. Но можно какие-то сделать выводы, типа, да, вот этот там давно застраивался, а потом они благополучно выселили всех детей куда-нибудь в другие районы, и такой постепенно стареющий тренд. Но это, правда, редко, то есть в целом все ровненько. Мне больше запомнились районы, которые вот явно специально строились со счетом пожилого возраста. Начиная с того, что здесь есть специальные дома, туда нельзя купить квартиру, если ты не пожилого возраста, они специально адаптированы для жизни уже пожилых людей. А во-вторых, есть, опять же, застройка, например, когда дом в целом маленький, скорее плоский, да, то есть, опять же, спальня на первом этаже, чтобы не надо было ходить по лестнице, это просто специальный такой район, где строят такое жилье, это, соответственно, более привлекательно для людей пожилого возраста. Соответственно, туда ломиться совершенно незачем. А что касается доходов, ну, как Андрей совершенно справедливо сказал, лучше быть таким средненьким среди тех, кто примерно как ты, потому что как там лучше быть вторым в Риме, чем первым в провинции, или как там это называлось? Да, лучше быть вторым в Риме, чем в первом провинции, но на самом деле это спорные вопросы, я вот тоже об этом размышляю, что лучше, там попасть ровно в свой район, или, может быть, там, не знаю, немножко напрячься, попасть в район с немножко более высоким достатком, потому что вообще в Нидерландах эта разница не очень большая, люди, в принципе, не склонны к понтам, но все равно, ну, как бы вот даже на этом уровне, более-менее плоском уровне, да, это не разница между Рублевкой и Химками, это разница, не знаю, тут у нас отдельные стоящие дома, там, не знаю, под 200 метров, тут у нас, скорее, таунхаусы по 150, то есть разница не очень большая, но непонятно, стоит ли вообще пытаться попасть в более, в районы с большим достатком, надежно, может быть, там школа получше, хотя, опять же, на местном уровне. Ну, то есть надо каждую конкретную школу сравнивать с другой конкретной школой, потому что рассчитывать, что, ой, здесь живут богатые, школа у них лучше, нет, у самых богатых дети, возможно, не в Нидераландах учатся, поэтому школа может быть и отстой. Ну, в принципе, наверное, есть риск того, что можно столкнуться с каким-нибудь снобизмом в более дорогих районах. Следующее, на что мы смотрим, это статистика, которая приходит от полиции, преступления. Опять же скажу, что здесь нету большой разницы в этом, да, здесь везде очень сильно безопасно, то есть мы смотрим на какие-то мелкие колебания, но при этом, например, справедливо, что чем более урбанизированная местность, тем, наверное, в принципе, то есть в маленькой деревеньке преступлений будет сильно меньше, чем в каком-нибудь большом городе, где, например, там, не знаю, легко остырить велосипед и куда-нибудь убежать в другой район. Да, в маленькой деревеньке все-все знают и подозрительный человек на улице уже будет «Привет, чем тебе помочь? Что ты ищешь? Я знаю всех своих соседей» и так далее. Поэтому мы смотрим, ну, естественно, мы хотим попасть в район, где статистика преступлений будет где-нибудь там в районе нуля колебаться, и это вполне возможно. И статистика эта показывает, что за преступление, то есть какой-то там разбой, да, убийство, насильственные какие-то преступления в стиле там кого-то побили или изнасиловали. И совершенно другая статистика, это, допустим, там, кражи из домов, да, или кражи велосипедов. То есть можно понимать, что там вообще происходит. Какие риски, да, естественно, в городах всяких насильственных преступлений немножко больше, в деревнях, наоборот, насильственных преступлений почти нет, но зато есть кражи, потому что там большие территории, большие дома, в общем, что-нибудь слямзить из сарайчика, милое дело. Следующий пункт очень интересный, это результаты последних выборов. Я сначала вообще не обращал внимания от раздела, пока не наткнулся на интересный маленький городок, где все было хорошо. В котором мы чуть не купили дом. Да, и домик нам подходил. Но потом я посмотрю, что табличка с результатами выборов выглядит подозрительно, она выглядит не так, как обычно. И я понял, что она очень сильно отличается от средних результатов по Нидерландам, и там на первом месте с довольно большим отрывом фундаментальная христианская партия, при том, что в среднем по Нидерландам религиозные партии набирают очень много. Мы попали в зону, которая называется Bible Belt, это такая зона с более с более интенсивным населением верующими, где сохраняются немножко более традициональные ценности, и мы решили что мы, наверное, там жить не хотим. Я не думаю, что там прямо нас бы привлекали за застреление чувств верующих, но, возможно, нам было бы меньше, о чем побоить с соседями, и там какие-то аспекты нашей жизни они осуждали, потому что в других городах Нидерландах в церквях открывают бары, мы несколько раз натыкались на живье, построенное внутри церквей, очень стильное, интересное, в общем, здесь очень спокойное отношение к религии, да, абсолютно к любой. Кроме Bible Belt. Ну, еще иногда можно заметить, что в некоторых городах, например, довольно высокие результаты получают партии скорее националистической направленности. Опять же, это нидерландский вариант, здесь нет прям жестких националистов, да, но можно заметить, что здесь, наверное, люди, ну, немножко менее положительно относятся к спатам и ко всяким этим трендам, да, а есть более интернациональные райончики, где все голосуют за суперпрогрессивные партии, которые... Давайте откроем Нидерланды всем желающим. Ну, не совсем так, но хотя бы я бы транслировал какие-то суперлиберальные ценности. Если немножко транслировать на русский, реально представьте себе, что вы бы выбирали район, потому за кого там голосовывают, например, по результатам Единой России против Яблока, или, не знаю, кандидатов в нового голосования, да, вы можете подумать, какого района вам хотелось. Вот здесь очень большой, широкий спектр политических партий, может быть, про это поговорим отдельно, и по их результатам можно очень четко понять, какие настроения в этом районе превалируют. Давайте еще немножко про уровень образования поговорим. У нас нету каких-то вот предрассудков, что, ой, вот эти какие-то неграмотные, мы не хотим с ними жить, но в целом, наверное, вот чтобы просто не выделяться, да, мы ищем примерно те районы, где довольно высокий уровень людей с высшим образованием. Причем, ну, я не думаю, что если мы найдем там, все будет идеально совпадать, но вокруг будут жить малограмотные фермеры, мы откажемся от этой идеи. Ну, да. Опять же, мы смотрим, как бы, мы, наверное, реагируем только на очень резкие отклонения от среди нормального уровня, да, то есть если прям никого там с высшим образованием нет, но почему так? Ну, возможно, это сельский район, и нам там будет немножко неуютно. Ну, а в среднем получается, как обычно. С другой стороны, бывают, наоборот, что-то типа университетские районы, где, возможно, на нас будут смотреть, что это за... Почему всего одно высшее образование? Да, что это за пейзаней приехали, почему они не говорят по-испански, а всего на трех языках какие-то они. Малограмотные. Ну, и последний раздел, который есть на Али Сайферс, на который мы смотрим, это количество мигрантов. Здесь, вот как с вот этими политическими партиями, ну, с одной стороны, если ты хочешь интегрироваться в голландское общество, то не надо выбирать районы, типа вот как у нас здесь, где, я не знаю, 50% мигрантов, и дети твои ходят в школу, там, в лучшем случае, половина голландцев, а остальные, кто угодно, там, поляки, марокканцы, турки, ну, в общем, со всего мира люди, и американцы, там, южноафриканцы, кто угодно. Вот. Но, с другой стороны, если ты приедешь действительно туда, где вообще мигрантов не видели, не слышали, и на нас смотрят, как на людей с пёсими головами, наверное, в таком месте тоже будет не очень комфортно жить. Поэтому мы просматриваем такие моменты и смотрим, есть ли в принципе мигранты, и как вот к ним относятся, как к ним относятся, мы смотрим по результатам выборов. То, чего нет на Али Сайферс, но что мы смотрим, если мы прям вот очень серьёзно заинтересованы в доме и думаем делать ставку, не делать, и какую делать, типа, с расчётом обязательно купить, или типа, ну, не выиграли, эх, чёрт, ладно, слава богу, принесло. Это какая-то статистика, вернее, планы по застройке и планы по модернизации районов, потому что ты можешь покупать какую-нибудь маленькую фермочку, а в планах через 10 лет там, не знаю, мегаполис построить. Вот, например, был дом, который нам очень понравился, через дорогу было прекрасное поле, как я всегда мечтала, но случайно агент обмолвился, что типа, ой, ну, там что-то это поле, кажется, уже не сельскохозяйственное. Мы пошли, посмотрели на планы муниципалитета этого района, и там написано, что да, эта земля уже выделена под строительство, и скоро у вас будет не прекрасное поле под окнами, а новостроечка с отбойными молотками, сваями, хотя здесь свои, кажется, не забивают, но неважно. В общем, будет стройка, и совсем не натургибит. Причем очень здорово, то есть, эта информация не то, что доступна, да, еще муниципалитеты и правительство предложило кучу усилий к тому, чтобы реально ее было легко найти. Например, можно открыть карту всея Нидерландов, ткнуть там в любой участок, и автоматически увидеть все документы, ну, как бы все решения, которые меняют его статус. То есть, я просто знаю, какой участок меня интересует, я в него тыкаю на карте, дальше мне показывают, что окей, вот там, не знаю, это было сельхозуозье, а вот у нас еще есть новое решение о том, что мы здесь там в течение какого-то времени построим дома. Это очень удобно, ну, позволяет грамотно себе представлять, что будет дальше с территорией, на которой ты там собираешься жить, строиться, да, все это очень публично и очень доступно. При этом не только какие-то глобальные планы по застройке, да, там, типа, вот здесь мы, тут будет город-сад, а в том числе, вот, есть информация, что вот в нашем районе в течение ближайших двух лет переложат весь асфальт, снимут всю плитку, положат заново, бордюры поменяют. По реврике. Вот почему мы до сих пор не купили дом. Слишком много информации, и где-нибудь, даже если вот все идеально, где-нибудь что-нибудь кроется, то радикальные какие-нибудь религиозные настроения, то противомигрантские настроения, то собираются, будут, вроде, котлованы устроить там очистные сооружения. Поэтому выбор жилья, на самом деле, это очень, да, нервный процесс сложного такого анализа. Про каждый дом у нас открыто много-много вкладок, мы пытаемся систематизировать информацию, есть ли выход к воде, можно ли на этом выходе к воде припарковать яхту или только маленькую лодочку, кто там вокруг живет, что вообще происходит, какое расстояние до работы, что со школами, да, мы еще смотрим статистику по школам, и там, не знаю, какая, насколько много людей, например, из этой школы идут в университет или нет. В общем, очень-очень много данных, которые приходится принимать во внимание. Если бы мы были вдвоем, наверное, может, мы бы уже что-нибудь и выбрали, а то, что за нами еще тянутся всякие маленькие детишки и не очень маленькие уже, приходится, да, многое принимать во внимание, потому что там те школы, в которых Гардей, например, учатся, они уже далеко не везде есть. То есть, если начальные школы, они, блин, даже на каких-нибудь крошечных деревеньках, где там, не знаю, 150 человек населения, там есть отдельная школа, то вот эти школы ФВО, они довольно редко встречаются, и мы все время утыкаемся в то, что, ну, да, все круто, но до ближайшей ФВО школы 20 километров, причем напрямую, напрямую, да, через поля, на каком-то тракторе, вот, а если еще надо на машине ехать или на велосипеде, то все 25-30. На этом все, это все, на что мы смотрим. Всего ничего, дело за малым, осталось купить дом. Пока-пока. Пока.